Привет, с вами Велсаком, это сына, Михаил, поздоровайся. Здрасте. Вот, он у нас идет в какой класс? Во второй. Во второй. Половину первого Миша провел на удаленке, и это, конечно, особая история, вообще весь 2020, конечно, специфический год. Завтра ты идешь в школу. Готов? Да. Готов. Смотри, я тебе приготовил техно-рюкзак, ты не знаешь, что там внутри лежит. Так? То, что я люблю. Ну, очевидно. Но рюкзак тот, который ты хотел. Пиксельный. Пиксельный рюкзак. Ну-ка, зашлите нам эту красоту. Единственное, конечно, очень забавно то, что... Ну, ладно, иди сюда, но я тебе сейчас объясню, значит, какую историю. А, вот почему он тяжелый. Да, этот рюкзак Миша увидел в ролике Наташи. Проел мне плешь, говорит, папа, хочу такой рюкзак, ну и к первому сентября грех не намутить. Но забавно то, что у нас после ролика Наташи осталось два. Вот такой вот оранжевый-зеленый, мне почему-то казалось, что ребенку должно заходить в его восемь. Но ты какой хочешь? Черный. Почему? Это же очевидно. Почему черный? Кто любит эту ужатину? Ты хочешь черный, потому что ты из России, да? Потому что у нас любят черные и грушные продукты. Слышка в том, что тот я не набивал всякими приколюхами. И распаковывать ты будешь... Это таки? Ну все, поехали. Притащи свой рюкзак, покажи, что ты с собой таскаешь. Самая важная вещь, которую можно иметь. Что это? Санитайзер? Да, конечно. Это правильно. Молодец. Hot Wheels? Да. Покажи. Так, ну это ты со студии здесь сделал. Картина Бэтмена, замейте. Девочки, это Friends. Я не знаю, зачем я это купил. Кресло, которое поднимается. Конечно же, девочка с очками 3D, с билетиком. Фонарик. Это важно. Маленькая терка. Терка? Ну-ка, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Я правильно помню, что это я тебе... Это посылка от подписчиков была? Ага. Ага, я тебе отдал. И ты его раскрасил? Молодец. Бомбочек для ванны. Все есть. Ну, ты в принципе можешь тогда уверенно залетать в школу с таким рюкзаком. Канистра с... Вы догадались? Орбизами. Это, которое воду надо бросать? Ага. Ну-ка, это что такое? Подожди, что это ты достал? В чем прикол? Ты что, ломаешь? Я ломаю. Закрывай глаза. Только не подглядывай. Что это? Что это? Так, ну давай сначала первое... Он закрыл? Теперь закрыт, да. Хотите прикол? Я недавно потерял свой AirPods Pro. И что мы будем с этим делать? Все равно распакуем. Ты давай, я открываю, а ты пока следующий. Ага, сейчас. Сразу сам. Это мои наушники. Это мои наушники? Это не твои наушники, это твой чехол для наушников, которых у тебя нет больше. Хе-хе. Ну, смотри, какая штука. Тут есть карабинчик очень приятный. Его можно повесить, кстати, на лямку, как раз, чтобы ты не терял. Что там написано? А что у тебя за телефон? SE, как обычно. Как обычно. А почему ты, кстати, выбрал iPhone SE 2020? У тебя был iPhone X. И что? Он типа лучше. Фигня, кажется. Мне кажется, это тебе из балалов. Что? О-о-о. iPhone не говори. Отгадай, что это такое. Хе-хе, я не знаю. Ручка. Это дорогая ручка, Миша. На самом деле, это был пранк. Ты вообще кого на YouTube смотришь? Тебя. Меня? Молодец. И ставил лайки. Молодец. Те, кто хороший комментарий пишут. Конечно, лайки. Будете писать классный комментарий. Я каждый день подхожу под... У меня же телефон настроен под папу. Я ставлю лайки. Те, кто хороший комментарий пишут. Молодец. Это ручка Mon Blanc, Миша. Она очень дорогая. Поэтому я ее оставлю себе. В смысле? Вот такой вот, представляешь, шаблон. А мы едем дальше. О-па. О-о, защитное стекло. Защитное стекло. Ну, наконец-то, блин. А то у меня же падает. Давай дальше. Че? Ой-ой-ой. Это Powerbank? Это Powerbank. И, как ты знаешь, этот рюкзак работает. Через? Да. А он на 10? Миллиардов? Тысяч. Миллиардов? Да, он на 10 тысяч. Но, более того, он еще поддерживает беспроводную зарядку. А, вот это что-то маленькое. Что? Это в рот пшикаешь, и продленка проходит как положено. В смысле? Это спрей для ухода за цифровыми приборами. Чтобы протирать экран, и он был чистый. Да. Я понял, он весь в этих карманах. А, ну сбрасывай. Смарт-бенд. Самый популярный мех. Пятая версия. Пятая версия, да. Короче, когда ты занимаешься спортом, он может посчитать твою активность. Все, дальше. Поехали. О, че-то большое. Посмотрите с двух сторон. Я не знаю, че это, но... О, как в айфоне. О, это Apple Watch? Да. Черный. Это Apple Watch? О, и самый приятный момент. Ну, не как в айфоне вот такой звук. Айфон звука нет, да. Прикольно. Но на самом деле, как вы понимаете... Я бы хотел, знаете что? Apple, если вы смотрите это видео, я вас прошу, сделайте так, чтобы на Apple Watch можно смотреть было видео. Из YouTube. Потому что на переменках не помешало. Мысль-то моя какая. На самом деле, Apple Watch, допустим, простенький. Это конкретно пятая версия, но можно взять и что-то попроще. Это хороший аксессуар для ребенка по многим причинам. Например, туда можно добавить карточку для оплаты. Ты пользовался когда-нибудь? Я тебе давал свои часы, да? Оплачивать. И ты можешь оплачивать часами, есть всякие детские карты у того же Сбербанка, или просто сделать отдельную дебетовую карту, положить на какие-то небольшие деньги, чтобы у ребенка, если что, всегда была возможность что-то купить, да? Так, ладно, Apple Watch, едем дальше. Мне кажется, это самое крутое, что Apple Watch читает. Это чтобы ты мои провода не дергал, у тебя свой был. Так, это пастыня подарок. Подарок. Зато какой. Это... Риспот. Осторожней, подожди, подожди, подожди. Это надо обладать навыком. Ты как я, что ли, хочешь кидать в коробки? Это надо делать аккуратно. Вот ты делаешь неаккуратно. Ну что, не теряй. Видишь, смотри, пригодился. А я-то, ну... Не, я не подозреваю, что есть этот. Ну, как бывает. Молодец. Еще подарки есть? Есть, по-моему, нет. По-моему, это все. Смотри, у нас что происходит. Прикольный? Сейчас позвонилось. Там есть приложение. Давайте к другому подключим, пожалуйста. Ну, давай. О-о-о! А, тут тоже красный. Нормально. Классный. Будешь использовать? Конечно. Мне кажется, надо что-то из того, что мы с тобой сегодня распаковали, разыграть для зрителей. Я тебе подскажу. Не-е-е. Ну, ты подскажи, но я сам знаю уже. Готов расстаться? Ну, конечно же, нет. Готов расстаться? Нет. Мы разыграем одни AirPods. Про? Нет, не те, которые твои, а другие. Знаете почему? Потому что, на самом деле, из всего того, что мы сегодня с вами увидели, еще раз понимаю, что это стеб. Мысль какая? Мне кажется, наушники для ребенка, даже в первом классе, во втором, это один из самых полезных аксессуаров. Почему? Да потому что, действительно, и удаленное образование сейчас, и в целом дети, когда, знаете, в кафе или где-то сидят и смотрят на своих телефонах YouTube на полную громкость, это выглядит отвратительно. Поэтому ребенок должен в своем мире, в данном случае, мне кажется, находиться, не мешать окружающим, и наушники этот вопрос решают. В том числе и дома, и так далее. И если посмотреть на мою дочку, на сына, то наушники, это одни из самых часто используемых аксессуаров у них. То есть в современном мире очень много видеоконтента, когда им разрешают смотреть, вот они, соответственно, это делают. И когда сын потерял свои AirPods, он очень сильно расстроился. Условия конкурса. Подписаться, поставить лайк под последние 10 видео. Так, а как я это проверять буду? Нет, ладно, одно видео. Че так сложно? Или ты это у своих блогеров такие? Нет. Это сочинился сам? Ну ладно, окей. Подписка, лайк, коммент. Через неделю подводим итоги. Топовые. Ну все комментарии топовые. Какой гаджет был для вас в самом полезном в школе, либо какой гаджет вы хотите в школу? Давайте вот такой вот комментарий напишем, а мы с вами посмотрим в том числе, что из этого получится. Я буду просто лайкать топовые комментарии. Молодец.